В каждой профессии есть свои секреты. Для их постижения требуется много качеств и знаний. Так и в животноводстве. Наша съемочная группа побывала в деревне Лабожское, что в 50 километрах от Нарьинмара, и встретилась с теми, кто трудится на предприятии Великовисочный животноводческий комплекс. Продукцию этого предприятия реализуют в нескольких населенных пунктах округа. В селе Великовисочное, в деревнях Лабожское, Пылемец, Тошвистка, Щелино, а также в Нарьинмаре. Молоко, сметан, творог этого предприятия полюбились жителям округа не случайно, ведь на предприятии трудятся люди, не только знающие свое дело, но и влюбленные в профессию. Луиза Лысюк загоняет своих подопечных в телятни. Каждый вечер на знакомый голос с неспешным шагом идут несколько десятков ухоженных телят. Они у вас как детки? Да, они места все знают, идут вечером, то туда, то туда, в своей группе расходится. Сколько у вас подопечных? Да, 38 у меня маленьких, 20 больших, 58 голов. Каждый день самых маленьких Луиза Владимировна поет молоком, старших кормит сухим кормом, следит за привесом, чистит загоны и убирает проходы. Как шутя говорит женщина, за три года работы для своих подопечных она стала родной мамой. Стала родной еще для 45 телят и другая работница фермы Анастасия Чупрова. Любовь к телятам, по словам женщины, родом из детства. Совсем маленькая Анастасия Николаевна ходила помогать своей маме, предоить и ухаживать за коровами в колхоз Родина. Теперь уже сама с внуками каждое утро спешит на ферму. Утром прихожу, открываю дверь. Ребята, кушать хотим? Все, они уже голову поднялись, соскочили, уже ждут. Они уже знают, что я зашла. Они уже знают даже по голосу. Вот у меня группа эта, я захожу, они вот именно на меня смотрят. Вторая заходит, группа вот не с этой стороны, они уже на нее смотрят, они уже знают, что это их мама пришла. У меня своя дома семья, и здесь у меня семья, они тоже мои дети. За 25 лет работы ее руками выращены сотни телят. Кроме хорошего ухода, уверяет нас Анастасия Чупрова, нужен и индивидуальный подход. Слушаются, ну, всякие, как ведь и дети, как ведь мы. Также и с характером, кажется, своим. Так что каждому надо подход. Любите своих подопечных? Ну, люблю, по неволе. Смала, и при мне они болеют, при мне они растут. Вместе с ними болею, вместе с ними переживаю и расту вместе с ними. Тяжеловато, но это моя любимая работа. Пока Анастасия Николаевна ухаживает за своими телятами, Виктория Лаптандер готовится к вечерней дойке. Подключаем к аппарату. Когда молоко закончится, в трогу бежать, мы его оттягиваем. В день девушка доит 42 коровы. Несмотря на то, что вместо человеческих рук ныне работают электрические доильные машины, работа доярки трудная. Кроме дойки в обязанность входит чистка и помывка коров, уборка, первичный осмотр животных для обнаружения болезни. А еще с каждой коровой нужно уметь ладить. Надой молока может снизиться вдвое, если животное будет взволновано. При соответствующем уходе и внимании буренки будут давать хорошие надои. Ради хороших надоев в настоящее время на производстве, которое расположено на двух участках в деревне Лабожское и селе Вельковисочное, трудится около 39 человек. Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота насчитывает более 200 голов, из которых 77 – дойное стадо. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север.